Балаковская епархия к Дню славянской письменности и культуры выпустила буклет-путеводитель Балакова «Утраченные храмы старого города». Это кратко иллюстрированная история православных церквей и часовен, построенных в нашем городе до 1917 года. Автор книги, заместитель жуководителя паломнической службы Балаковской епархии по экскурсионно-краеведческой работе Павел Соловьёв собрал в одном из зданий редкие иллюстрации и малоизвестные факты развития православной церкви в Балакове. «Здесь у нас правого с улицы Токоринской, набережная, дальше у нас идёт улица Красная Звезда, Христо-Рождественская и на метке будущей улицы Николаевской. И двумя крестиками на плане у нас обозначены первые Балаковские церкви». В те времена Балакова было небольшим селом, которое постепенно становилось городом. И чем больше в нём было жителей, тем больше храмов, потому что вся жизнь тогда была связана с верой. В церкви крестили детей, совершали венчание, приносили покаяние и отпевали близких людей. «Святая Русь – это её святыни, это храмы, это иконы, это места поклонения. Лишая человека вот этих святынь, ты лишаешь человека самого главного. Вспоминая то, что было построено, то, что могло бы быть сохраниться и служить людям, безусловно, возникает в душе вот этот небольшой элемент печали». Сейчас от этого культурно-исторического наследия остались только фотографии, рисунки и описания современников. Но память о них необходимо сохранить для потомков. «Мы должны помнить тех, кто создавал мощное духовное наследие и передал его нам. Мы должны помнить тех, кто строил храмы и укреплял вот эту православную веру, которая объединяла всех людей из века в век, из поколения в поколение. Вот эта новая книга, она нужна, важна нам, тем людям, кто любит свой родной край. Я уверена также, что эта книга поможет нам сохранить и передать память об утраченных, разрушенных святынях нашего города». Слова благодарности в этот день звучали не только в адрес автора, но и тех, кто помог книге увидеть свет. Это компания «Фусагра», постоянно поддерживающая Балаковскую епархию. «Помощь в создании данной книги – это новый этап нашего взаимодействия. Я благодарю автора и всю команду единомышленников, которые приняли участие в создании. История, она повторяется просто других векторов, и мы должны помнить нашу историю». Работа над изданием шла около года. Павел Соловьёв уже ранее обращался к теме утраченных храмов, и поэтому информации накопил достаточно. Сложнее было подогнать её под формат небольшого буклета-путеводителя, не упустив самое главное. И это ему удалось, отмечают гости презентации. «Я понимаю, какой это огромный труд. Знаете, как пчёлка летает от одного цветочка к другому, собирает нектар, приносит. Также, чтобы собрать весь этот материал, это кажется, что вот здесь объём не такой же большой. А тем не менее, каждая страница требует очень большого труда, кропотливого анализа. И я думаю, что это большое событие для жизни не только православного человека, но и каждого жителя нашего города». Это издание будет доступно для жителей и гостей города. Приобрести книгу можно в церковной лавке Свято-Троицкого кафедрального собора города Блакова.